Будем знакомиться. Меня зовут Юлина Маргарита, я директор в открытой квалификации старшего директора. Мне бы хотелось узнать, откуда вы все здесь находитесь, написать свои города. Вот я нахожусь сейчас в заснеженном городе Барнауле. Если кто не живет в городе Барнауле, вы не представляете, сколько сейчас снега. Реально, может быть, поэтому и проблемы с интернетом, потому что столько, сколько сейчас снега. Я живу не в частном доме, в квартире, вы знаете, не подойти к подъезду, в полном смысле этого слова. Поэтому, если кто живет не в городе Барнауле, я передаю огромный привет из заснеженного города Барнаула. Потому что в данный момент проживаю здесь. Давайте будем знакомиться. Вот сейчас я не вижу, поэтому буду как-то вот так говорить. Давайте я расскажу, кто я была до Арифлейм. В данный момент, я еще раз говорю, я индивидуальный приниматель. Я уже в течение 10 лет сотрудничаю с мировым брендом, мировой компанией Арифлейм, любимой компанией, которую я очень люблю, которой я очень горжусь. Я горжусь, что это у меня такой надежный партнер. Ну, немножечко расскажу, чем я занималась. По образованию я учитель математики, по первому образованию. Но всю жизнь хотела связать свою работу психолога. Поэтому я еще закончила второе образование. Я еще психолог по образованию, психолог-управленец. И всю жизнь хотела заниматься преподавательской деятельностью. Наступил такой момент, что я пошла работать в Барнольский государственный педагогический университет. Я работала на факультете повышения квалификации. Была кафедра управления образованием. Затем я потом перешла на кафедру философии. Философии я даже начинала писать диссертацию. Мне очень нравилось. Мне нравились люди, которые меня окружали. Мне нравилось окружение. Но, к сожалению, те годы были очень сложные. Это были 90-е годы. Когда, в принципе, было очень и очень мало денег. Когда в магазинах ничего не было. Вот так получилось, что мне все равно очень нравилась преподавательская деятельность. Вот так в любой момент, вот знаете, люди, когда появляются такие ситуации, когда становится сложно жить. Когда у меня на руках на то время был маленький ребенок, которому было 4 годика. И я не знала, чем ее и кормить. В то время я жила одна. То есть я воспитывала дочь одна. Поэтому мне нужно было ее чем-то кормить. И поэтому те деньги, которые я получала в институте, они были очень и очень маленькими. Был такой момент, что я начала думала, что делать. Я постоянно искала выход. Я постоянно думала. Я помню, взяла листочек бумаги, на котором написала кучу вариантов, чем я могу заниматься. То есть могу заниматься репетиторством. То есть захотела еще раз проштудировать учебники, заниматься репетиторством. Я даже хотела какой-то магазинчик открыть и так далее. То есть я хотела там фирму по уборке, квартир. Даже такие варианты были. То есть всегда что-то думала делать. То есть я никогда не хотела становиться в позиции жертвы. Большинство людей становятся в позицию жертвы. Они боятся, у них поднимается давление, они переживают. Корвалу. В тот момент всегда хотелось что-то в этой жизни как-то менять. То есть ни на кого не надеялся. Знал, что надежда только на себя. И поэтому можно что-то делать. У вас одежда игрушек, открывала отделы женской одежды. Все это мне не нравилось. Потому что торговать я не любила, не хотела. То есть такой предпринимательской деятельностью я занималась. То есть это мне не давало результатов. К сожалению, я теперь знаю, к счастью, я знаю почему. Но предпринимательство в то никогда не вернусь. Почему это не давало? Потому что у меня не было целей. Потому что я не умела планировать. Потому что я ничего тогда... Я просто работала. Просто хотела иметь деньги, которые я снова закупала товар. И толку никакого не было. И знаете, был наступил такой момент, очень смешной момент, хрестоматийный. Может быть, кто-то слышал такую смешную историю. Когда я думала, куда пойти работать, был такой вариант пойти в администрацию работать. Ну, ждала места. И я пока устроилась рядом со своим домом, устроилась в хозяйственный магазин, где продавались мелко оптовый магазин. Он не мелко, а крупно оптовый. Но и меня поставили там, знаете, расчески, булавочки и так далее. То есть временно я хотела там поработать. Знаете, я там поработала несколько месяцев. И знаете, вот мотивация от называется. Я помню, когда я считала очередные булавочки, знаете, расчесочки. Я всегда думала, да зачем же я сюда пришла, надо срочно что-то делать. То есть, как говорят, если денег нет, нужно делать бизнес срочно. А если их нет совсем, то просто бежать надо. Так вот, знаете, я думала, что же нужно делать. И вы знаете, говорят, мысль опасна, с нее начинается действие. И вот тогда, почему-то нет, тогда февральским морозным утром мне позвонила прекрасная девушка Безбородкина Татьяна. Это мой любимый спонсор, мой вышестоящий спонсор. Который когда-то, это будет показано даже для всех вас, кто еще, не знаю, умеет так приглашать, не умеет, но Таня очень умела пригласить. Она позвонила и пригласила меня на встречу по делу. Вы знаете, тогда я рассматривала любые варианты. Мне хотелось, в принципе, где-то себя найти. А я знала, что Таня работает заведующим отделением в краевом центре социально-психологической реабилитации. Поэтому мне, я думала, может быть, она мне предложит психологом работать. Поэтому я пока психолога рассмотрю. Потом пойду, может быть, частный кабинет психолога открою и так далее. То есть у меня варианты рассматривала всякие. И вот Татьяна Безбородкина, огромное тебе спасибо, если ты находишься здесь в комнате. Я тебе говорю искренне, потому что я не знаю, где бы я сейчас была. Ты раскрасила жизнь вот такой яркой краской. Ты мне, в принципе, изменила жизнь. Ты поменяла жизнь не только мне, но и моим детям, о котором я расскажу дальше. Потому что спасибо, Таня, тебе огромное, что тебе хватило мудрости пригласить меня не в Арифлейм, пригласить меня именно в делу, где Юля Гифнидзер, очень красивая девушка, рассказывала про Арифлейм, а Таня сидела, опустив голову и записывала. И я, в принципе, очень была недовольна, потому что увидела, что это Арифлейм. На стене висел шведский флаг, хотела просто развернуться и уйти. Но было очень холодно, хотелось погреться в офисе. Поэтому я слушала и точно знала, что я в Арифлейм не буду. Я точно знала, что не буду, потому что мне это не нравится, это не серьезно, это тетки с сумками и так далее. Но наступил такой момент, как я говорю, работала на этой еще базе, и Татьяна мне предлагает Арифлейм. Вы знаете, я решила, подумала хорошо, поразмыслила, потому что презентацию мне рассказывала очень, очень интересно, очень грамотно, очень красивая девушка. И Татьяна серьезная такая, знаете, достаточно. Думала, ну они же не будут, чем попало заниматься. Еще так интересно рассказали, красиво. В любом случае, я умела считать, да, я все-таки математик. Когда я видела эти кружочки, я понимала, но единственное, я знала, что у меня никто этим заниматься не будет. Никто этим заниматься не будет. И тогда я поняла слова, что должность от слова долг, работа от слова раб, увольнение от слова воля. И тогда я приняла решение просто уволиться с работы. Я, в принципе, даже не увольнялась, я не вышла на работу. И позвонила Татьяне, и сказала, говорит, Ань, что нужно делать. Знаете, мне повезло, потому что у меня спонсор был очень умудрый, очень такой серьезный наставник. Он сразу меня направил в нужное русло. Хотя со мной тоже было иногда сложно. Иногда я в некоторые моменты не хотела делать то, что она мне говорит. Мне казалось, что она говорит неправильно. и я иногда возмущалась, ну, про себя, ну, просто не делала то, что она говорит. Но благодарна Тань тебе, что ты все-таки своей выдержкой вытерпела меня. Спасибо тебе огромное. Так вот. И я понимаю, что в то время и сейчас, и тогда был такой век очень кубулентный, да. Я понимала, что кто работает целый день, тому некогда зарабатывать деньги. То есть нужно что-то делать. Нужно делать такое, когда, чтобы появлялось все время и деньги. Чтобы не получалось так, что ты работаешь целый день на работе, и в итоге денег ты не получаешь. И еще и уставший, и в принципе никакого удовлетворения. Поэтому что же я начинала делать? Во-первых, я слушала своих спонсоров. И я иногда говорю еще раз, я не всегда была согласна, что мне говорят, но я обучалась. И обучение было не только книги. Книг я тоже читала очень много. Я ходила на школы, когда они были в офисе, проводили их наши директора. Тогда их было не так много. Проводили, начиная с Ирины Антона Долженко и Юлия Гихнидер и так далее. То есть я ходила, обучалась. Я обучалась на каждой школе. То есть мы их называли тогда школами. Это сейчас хорошо есть вебинары. Я слушала одно и то же по несколько раз. Я записывала. Я просто сидела и впитывала. Но самый важный момент, наверное, самый важный момент, что я начинала действовать. Вы знаете, я не просто обучалась. Потому что есть люди, которые начинают обучаться. Просто обучаются, говорят, подожди, я сначала посмотрю, что это изнутри. Я сейчас изучу, потом начну делать. Ребята, это не получится так. Нужно обучаться и сразу делать. Потому что мы, как только мы начинаем менять, начинаем делать действия, а это сложно порой бывает. Понимаете? Те вещи, которые мы вкладываем в себя и не начинаем действовать, поверьте, они нам толку не приносят. Они нам приносят только вред. Поэтому мы должны в себя вкладывать и сразу же начинать действовать. Это очень важный момент. И тогда я вняла, разобралась в Арифлэйм, что Арифлэйм – это не продажи, что Арифлэйм – это образ жизни, что здесь имеет место продажи, ну, пользование продукции, пользование просто продукции, поменять магазин. И я понимала, что Арифлэйм – это очень дружная команда. Я понимала, что здесь есть прекрасные люди, что замечательные люди, которые думают о твоей мечте, которые вытаскивают твою мечту наружу. То есть не просто их интересуют люди, как инструмент для зарабатывания денег. Нет. Здесь совершенно по-другому. Здесь впервые в жизни меня спросили, а какая у тебя мечта? А что ты любишь? Никто никогда, ни на какой работе никогда не спрашивал, а что ты любишь? А только нужно было делать. Я помню, как Татьяна меня спросила, а что ты вообще любишь? И когда она узнала, что я люблю путешествовать, я люблю поезд, и тогда она придумала, у нас с ней были очень интересные поездки, сейчас я ей расскажу. То есть смотрите, вот эта картинка наглядно показывает, что Арифлейм это не продажи. То есть это имеет место быть, но одна лишь только грань. Это и признание, это и успех, это и образ жизни, это общение, это личностный рост. Это просто очень интересная жизнь. Поэтому, любимые книги, которые у меня здесь были, которые я начинала читать, это «Богатый папа, бедный папа», это «Оставьте брезгливость, съешьте лягушку», очень замечательная книга. Затем, я очень любила книгу «Бездна», я помню отлично, которая говорила о том, что нужно взрываться в глубину в своей структуре, что потом на меня и повлияло, сейчас у меня очень глубокая структура, такая глубокая, что я даже всех и не знаю. Поэтому, мало того, что я любила книги, я любила то, что обучение, я очень любила наш продукт. Я до сих пор люблю, я с трепетом смотрю каждый каталог, я настолько люблю нашу продукцию, я люблю наши витамины, я люблю коктейль. Я люблю самый любимый мой продукт «Астаксантина», сейчас я влюбилась в серию «Новэйдж», потому что без этой серии, это просто должна быть любой женщиной. Особенно, если уже есть какие-то проблемы, поэтому это необходимо. Но, в принципе, все нравится, ароматы, то есть невозможно не влюбиться в наш продукт, один из продуктов. У нас есть еще и деньги, деньги, более вкусный, конечно, продукт. Немножечко хотела рассказать, что же я начинала делать и как же я начинала работать. Но самый важный момент, как я приглашала людей, это был список знакомых. Вы знаете, список знакомых очень действенный метод. Это самый любимый мой метод. Знакомые меня знают, знакомые, я ничего плохого им сказать не могу. Даже если что-то я скажу не так, они меня простят. Список знакомых никогда не заканчивается в важный момент, потому что у нас есть знакомые знакомых. У нас есть люди, которых мы вдруг вспомним. То есть список знакомых должен быть всегда. И я помню отлично, что спонсоры сказали написать цифры 300, потом 299 и так дойти до единицы. И написала гораздо больший список знакомых. И я начинала приглашать именно из этого списка. Это наш самый важный инструмент. Это нужно делать обязательно. Есть ли кто планирует работать с списком знакомых? Потому что методов у нас очень и очень и очень много. Я говорю вам сейчас о своих методах работы. Еще очень интересный метод работы это активные контакты. Это то, когда ты выходишь на улицу или где-то бываешь, в принципе можно заговорить с человеком и обменяться телефонами. Затем поговорить и сказать, что я индивидуальный предприниматель, я умноженные люди и хотелось бы с вами встретиться. Либо бывает, допустим, едешь на такси, заговорил с таксистом, было такое, переписывалась и встречалась. Либо бывает, пошел в магазин, покупаешь какую-то вещь, видишь контактный человек, нормально можно с ним разговаривать. То есть мне всегда нравится работать вживую. Я очень люблю общаться с людьми, я с удовольствием с ними общаюсь. Знакомых я тоже люблю, поэтому первое, что я сделала, об этом прекрасном бизнесе, об этих прекрасных возможностях я начала говорить знакомым и родственникам. Вы же помните ту притчу, когда человек нашел очень много денег и он не знал, то есть нашел золото. Вот представьте себе, когда он нашел много золота, начал копать, а его все больше, 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 куда он бежит? На улицу и говорит, пойдемте, помогите мне, пожалуйста, забрать все это золото. Да, конечно, к своим знакомым, да, конечно же, к родственникам. Бежит и говорит, что давайте, пожалуйста, вместе, давай я готов поделиться. Вот то же самое и здесь. Здесь захотелось просто говорить, говорить и взывать своих знакомых. Очень хорошо и мне очень повезло. Я, наверное, благодарна Богу, что я попала в очень сильную команду, в команду продвижения, в команду Ирины Антоновой Долженко, а сейчас наших дорогих, уважаемых, глубоко уважаемых спонсоров Юлия, Артема, этих нидер, этих серьезных лидеров, этих лидеров с большим видением лидерским, да, которые показывают тебе путь, которые рассказывают, которые расширяют тебе, я не знаю, зону комфорта, которые постоянно тебе все меняют в голове. Не зря мы говорим о том, что что же мы здесь делаем, а мы меняем мысли в наших головах. Поэтому мне повезло, я вообще счастливый человек. И сейчас я потом, конечно, про методы дальше буду говорить, потому что я буду рассказывать про каждого лидера, которого я нашла, я буду вам рассказывать, как вы с ним работали, это вам будет очень полезно, потому что наверняка вы найдете себе, он вам пригодится и будет как метод приглашения. Хорошо? Вот плохо очень, что я не вижу чап почему-то. Вот. Вот так бы хоть я с вами общалась с удовольствием. Так вот, сейчас на данный момент у меня большая очень команда, огромная команда. И первым моим директором встала здесь Стананыхина Елена. С огромной глубиной, с огромным количеством директоров в глубине. Вы знаете, Лена пришла в наш, то есть она пришла, ее пригласила моя одногруппница, которую я тоже по списку знакомых пригласила. Одногруппница пригласила Лену и хотела продать ей помаду. Ну так получилось, что я усадила Лену, рассказала ей возможности Харри Флейм. И Лена на следующий же день, она человек действия, привела человека, как я и сказала, говорю, а завтра вы можете привести человека навстречу? Вы знаете, она привела человека перед работой. То есть она работала с 10, по-моему, в 9 она уже привела человека. Это говорит о том, что человек это уже лидер, это готов к действиям. Не просто она раздумывала, что нужно делать. Затем я ее пригласила на наше мероприятие. Это к вопросу о том, что нужно всегда, всегда ходить на все мероприятия, которые организует наша команда, организует компания, потому что оттуда как раз вы унесете ту самую важную мысль, самую главную мысль, которая начнет вас двигать здесь. Потому что сколько бы вам не говорили ваши спонсоры, сколько бы вы не слышали, но наверняка на мероприятии, не наверняка это всегда так бывает, вы услышите ту мысль, которую вы вроде бы слышали сто раз, но она вам, знаете, не даст жить по-старому. Она вас заставит делать совершенно новые действия. Так вот Лена, когда пришла на мероприятие, которое мы проводили, и после этого, вы знаете, она в буквальном смысле слова, после мероприятия начала меня трясти и говорила дальше, давай писать план, давай работать. А у меня в тот момент еще одна группа развивалась, я помню, не знала, что делать с той группой или с Леной, и та группа у меня была в регионе, то есть нужно ехать туда. Но знаете, в чем мне повезло, что Лене, как только мы написали план, она начала делать сама. Несколько встреч, причем очень много мы проводили с ней вместе. Затем, сейчас хочу сказать, что у Лены уже есть очень много директоров, например, старший директор Убраева Ольга, есть открытые старшие золотые директора Убраева Настя, очень много уже открытых и закрытых директоров, Шаламова Людмила, Приториус Ксения, сейчас скоро закроет директора Китаева Ольга, то есть это тоже эта же глубина, представляете, это огромная-огромная глубина. Вот ту работу, которую мы когда-то проделывали, вот она, слава Богу, дает свои плоды. Как говорят, энергия никогда не исчезает. Если вы сейчас что-то делаете, 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 и понимаете, что у вас что-то не получается, поверьте, энергия никуда не денется, она обязательно вам выстрелит, и обязательно у вас будет результат, поверьте. Это уже не только у меня, это у многих. Знаете, я благодарна Богу, почему я говорю счастливая, потому что здесь, со мной сейчас, и если вот кто-то сейчас находится, мамочки, у которых детки уже взрослые, а у кого-то, может быть, еще маленькие, и наверняка вы хотите, чтобы ваши дети были с вами, я вам искренне этого желаю, потому что это счастье, когда ваши дети находятся с вами. Так вот, я благодарна Богу и благодарна тому, что мои дети, да, теперь моя дочь Селезнева Евгения находится здесь, то есть у нас здесь сейчас семейный бизнес. Так вот, они сейчас являются старшими директорами, это Селезнева Сергея Евгения, они уже скоро закроют квалификацию золотых директоров. Это тоже вторые золотые корабли моего бизнеса, да, это люди, которые очень яркие, которых вы видели, и даже не говорю не потому, что это мои родственники, да, это моя дочь и мой зя, это просто люди, которых невозможно не заметить, которые дополняют друг друга, которые интересны тем, что они являются очень активными людьми, они пропагандируют здоровый образ жизни, у них группа строится очень много на велнессе, они рассказывают об этом, они сами ведут здоровый образ жизни, я очень рада и хочу огромное спасибо сказать Сергею, который присоединился сюда, который, в принципе, считал, что это секс-то, да, очень долгое время, ему было непонятно, что же мы здесь делаем, и даже он запрещал Жене заниматься этим, но спасибо большое, что на начальном этапе, Женя, ты все-таки это вытерпела, и на следующем этапе, Сереж, тебе спасибо за то, что ты ей хотя бы не мешал, и огромное спасибо за то, что потом ты присоединился, присоединился очень серьезно, да, ты вник, ты, я посмотрела, как ты, то есть сразу пришел грамотным сюда, да, то есть огромное спасибо за то, что вы очень основательно и серьезно подошли к этому бизнесу, потому что мне было это очень важно, чтобы вы пришли не просто потому, что Женя, моя дочь сюда, да, а чтобы пришли осознанно, вот вы пришли осознанно, огромное вам спасибо, огромное спасибо, что вы здесь со мной, поэтому я думаю, что мы не только общаемся, мы общаемся не только в жизни, но и теперь приходится по бизнесу, и я понимаю вас, и вы меня понимаете, это, знаете, это правда, кто здесь находится, у кого есть уже, правда, семейный бизнес, это, знаете, это правда счастье, вот каждому из вас, каждой мамочке я желаю это испытать, потому что, слава Богу, что дети с нами, и думаю, что будут двигаться дальше, обязательно есть огромные мечты, огромные цели. Следующий мой как раз человек, который нашелся у меня, очень интересно, это приехал ко мне в гости из деревни двоюродный брат, который был гораздо, намного меня младше, и я помню, знаете, к вопросу о том, нужно ли ему рассказывать про рефлеем, и я помню, когда мне это нужно всем, если вы когда-то, и сейчас наверняка смотрите Ольгу Кибис, которая говорит, рассказывать презентацию нужно всем, не надо смотреть девочка эта молоденькая, совсем маленькая, там 14 лет, 15 лет, или это женщина, которая в возрасте, понимаете, рассказывать нужно всем, мы не знаем, что у человека, какие у него цели, что он вообще хочет, а может быть он в поиске, то есть не надо нам брать на себя функцию Бога, нам просто нужно людям давать информацию. Так вот, я тогда рассказала этому своему брату, которому Якову, да, и он приехал в деревню, и рассказал девочке, с которой учился, они учились в училище на поварят, и он рассказал девочке, которая, долго не думая, пришла потом на встречу, когда мы рассказали о возможностях, она говорит, ну я тоже буду, но у меня есть свекровь, в Кемеровской области, в городе Белово, где она очень любит продукцию, но правда не Арифлейм, но я думаю, что она будет брать Арифлейм. На сегодняшний момент, это группа 15%, группа, которая очень любит продукцию, которая просто, невероятно много ее, у нее дома, она ее не продает, вы знаете, она правда не является продавцом, но она очень любит, у нее настолько много продукции, ароматов, и вот эту любовь, она передает людям, представляете, приходит человек, она ему об этом рассказывает, она рассказывает так вкусно, что те люди, которые приходят, те люди, которые регистрируются, они просто влюбляются в продукт, они не могут отсюда просто уйти, чтобы сделать заказ на 5 баллов, или на 10 баллов, заказы бывают на 100 баллов, заказы на 70 баллов, часто люди идут по стартовой программе, почему-то, потому что она просто рассказывает очень много об акциях, о подарках, о продукте, вот такая-такая немножечко необыкновенная группа, но тем не менее, она имеет место быть, она очень долго здесь у меня, в плане, то есть, не бизнеса, вот такого потребления, я думаю, что здесь планы у меня есть, сейчас группы выйдут, и я обязательно еще приду в эту группу, и вы наверняка услышите, что это будет уже группа, не просто менеджерская, поэтому Тамара Шпей здесь есть, и знаете, очень интересные истории происходили, когда, помните, я говорила, Таня спросила, что я люблю, и когда-то я сказала, Таня, мне что-то надоело, вот здесь мне что-то, не совсем все получается, наверное, я все брошу, и Таня мне сказала, Рит, а что ты любишь вообще, я говорю, да я бы вот уехала где-то, я люблю путешествовать в поезде, и тогда Татьяна сказала, давай мы с тобой поедем куда-нибудь, давай куда-то съездим, ну по работе естественно, и я говорю, Тань, да у меня вот Шпей Тамара есть в городе Белово, я ее, к сожалению, даже не знаю, я только с ней говорила по телефону, и тогда мы с Татьяной снаряжаемся, и едем туда в этот город, мы знакомимся с этим прекрасным человеком, с человеком, который с открытой душой, человек, который наш, как я говорю, арифлеймовский, потому что у нас в Арифлейм только хорошие люди, у нас не может быть другого, а люди, которые приходят, те, которые, как нам кажется, не совсем хорошие, их система выталкивает, арифлейм, просто как мы всегда говорим, арифлейм для всех, но не все для арифлейм, так вот, это очень интересная поездка была, где мы с Таней очень много общались, где мы очень много, хотя мы в принципе почти что одновременно начали здесь заниматься, но тем не менее, Таня больше общалась с Юлей, и очень многие мысли она мне передавала, она очень много мне вкладывала, она очень многому меня учила, спасибо, Таня, тебе огромное, и еще, хотелось бы сказать следующим лидерам, вот это очень важный момент тоже, я хочу поделиться, потому что это чисто, знаете, вот мой бизнес, я пропускаю через свое сердце, мой бизнес, я пропускаю через свою душу, я очень люблю людей, я очень хочу, чтобы меня окружали те люди, которых я действительно люблю, так вот, в мой бизнес присоединилась моя любимая учительница, которую я всегда любила в школе, с которой я общалась практически сколько-сколько я училась, потому что когда-то она, во-первых, жила у меня в соседях, во-вторых, это больше мой тренер, я занималась волейболом, поэтому я не просто занималась, это не секция спортивная, как Зина Владимировна, всегда мне, ну, как говорится, была тренировка, то есть у нас были тренировки, у нас действительно была команда, и вот я всегда говорю о том, что именно благодаря Зинаиде Владимировне, вот сейчас дальше я немножечко расскажу, потом вернусь к этому слайду, ух ты, куда-то он делся, именно благодаря Зинаиде Владимировне я понимаю, что такое команда, потому что я отлично помню, она училась, что такое команда, она намного, знаете, У нас тренировки были не только физические. Мы после того, как тренировались, мы еще очень много разговаривали. И вот именно эти мысли мне тоже сейчас многому учат. И даже сейчас, когда получилось... Так, где-то все-таки слайд я вам покажу. Ну, попозже, наверное. Где-то сейчас даже, получается, мы поменялись местами. И когда я разговариваю с Зина Владимировна, она меня легко понимает. Я всегда говорю, помните, как в спорте, Зина Владимировна? То есть очень легко. И Зинаида Владимировна ко мне присоединилась. Вы знаете, она у меня была в списке знакомых. Я ее приглашала. Я ее приглашала, я ей рассказывала, вот вместе с Таней. Мы тогда были, рассказывали ей про бизнес. Она послушала, покивала головой и сказала, да, все хорошо. Ну, пусть Рита, дочь ее, зарегистрируется и берет продукцию для себя. А Рита зарегистрировалась какую-то часть, там, несколько, даже меньше, ну, не знаю, месяц. Она брала продукцию и вот так вот и все. То есть на этом бизнес остановился. Но я всегда держала ее в голове. Вот я вам говорю, почему важно не сжигать мосты. Почему очень важно общаться с этими людьми. Потому что к Зинаиде Владимировне я регулярно заезжала. Ну, пусть не так часто, как хотелось бы. Потому что она живет в деревне, в Калманском районе. Один раз я ее поздравила с Днем Учителя. Приехала, подарила любимую ее воду Эльве ей. И, в принципе, подарила ей витамины немножечко. Ну, не сам. Я меня была наспыта, дала попробовать. Не знаю зачем, но знаю, что она спортсменка. Ну, вернее, знала зачем. И стала захлеб рассказывать. Вы знаете, и вижу, что Зинаида Владимировна, в принципе, заинтересовалась. Но так как у меня было мало времени, сильно соловья не включала, я уехала. Я знала, что мы обязательно с ней встретимся. Что обязательно мы с ней продолжим общение. И команда Зинаида Владимировна начала расти. Вот на этой фотографии вы видите еще одного бизнес-партнера. Ну, про них тоже немножечко я расскажу. Это люди, которых я тоже приглашала. Это Лукины, Роман и Юлия. И уже менеджер под Лукиными Романа и Юлией, Литуева Маша, которого здесь видите, 9%. Я еще вернусь, обязательно расскажу про это. Дальше будут просто слайды. Еще у меня здесь есть менеджер, Жданова Ксения. Это дочь моей подруги. То есть, это дочь моей однокурсницы. Когда-то мы с ней учились вместе в институте. Это закончила в 87-м году. И на этом наши пути разошлись. И так получилось, что Татьяна увидела меня в мире Арифлейм. Я тогда закрыла директора. И как-то так получилось. Кто-то дал телефон, и мы с ней созвонились. И я просто к ней поехала. Она живет под Заринском, в селе Дмитрия Титова. И так получилось, что, рассказав Тане, я зарегистрировала Жданову Ксению, ее дочь. Дочь училась здесь. И Ксюша, она, в принципе, человек такой вечно любознательный. Ей все нравится. Ей нравится, в принципе, есть очень много целей. Эта девочка не только та, которая желает просто жить, как и многие. То есть, это девушка, которая все-таки свое будущее видит, не работая на работе. Это девушка, которая видит осуществление каких-то серьезных мечт, реализации себя как личности, потому что она тоже очень много читает, много интересуется. У нее сейчас огромная команда тоже. Поэтому, Ксения, я думаю, что скоро будет уже на 22%. Я обязательно тоже ее увидите. Так вот, как-то слайды перепрыгнули. Хотела вернуться в Дубинина Зинаида Владимировна, которая сейчас на 18%. Это человек, который, в принципе, развивает группу на Велмосе. Она до сих пор очень любит спорт и организовала в своей деревне скамбинатскую ходьбу, где они ходят с палочками, как они говорят, заод, очень далеко. И вот в это время, пока они ходят, она рассказывает про Велмос. Затем у них есть еще тренировки в спортзале. И она там рассказывает про Велмос, говорит о том, что это необходимо. То есть, у нее получается такой Велмос-клуб, где они и физические упражнения. И в то же время она говорит про Велмос. Она сама все изучила, она с удовольствием сама влюбляя в этот продукт. Любит продукт Велмос, любит наши коктейли, астаксантин, супы очень любит. И любит ее семья. Поэтому она очень хорошо, очень с большим интересом рассказывает это своим знакомым. Они регистрируются, становятся потребители, а многие и строят команды. Поэтому вот как раз тут интересная фотография. Зина Владимировна, мы с вами поменялись местами. Когда-то вы были у меня тренером в спорте. Теперь я стала вашим тренером здесь в бизнесе. Вы знаете, это легко, наверное, потому что мы иногда понимаем друг друга. Когда она начинает, Зина Владимировна, что-то мне говорить, я говорю, Зина Владимировна, вспомните, чему вы нас учили. И мы ей сразу, она говорит, все поняла. Понимаете? То есть, вот тогда так, то есть, многому научила. То сейчас в бизнесе я с ней общаюсь и мне гораздо легко. Спасибо, что Зина Владимировна здесь меня слышит. Вот здесь у нас сертификатом 12%, но она уже 18% у нас. Поэтому я тоже думаю, что она скоро будет на 22%. Это двойник тоже человек. Видите, я всех люблю своих директоров очень сильно, потому что они мне как родственники, а кто и родственники, а кто и дорогие люди на протяжении очень-очень многих лет. Поэтому у Зинаида Владимировна в глубине здесь есть замечательные люди, замечательная пара. Семейная пара Толукины, Роман и Юлия. В данный момент они на 15%. Вы знаете, вот это пришли люди. Это прям, правда, золотые корабли, серьезные, уже люди, лидеры, уже с лидерской позиции. Люди, которые не создавали проблемы, это люди, которые решали проблемы сами. Я никогда, правда, ни разу не слышала, чтобы они что-то говорили, что у них не получается. У них с первого дня все получалось. Что они делали? То есть они с первого дня начали рекрутировать. Как только я им сказала, что здесь наше направление мы должны рекрутировать, мотивировать и обучаться, что Юля и Рома, у них не было дня, чтобы они не рекрутировали человека. Вы знаете, они отличаются тем, что они рекрутируют очень много людей, но работают тоже по списку знакомых. Смотрите, у меня группа почти что все работают по списку знакомых. То есть мы селезневых, которые работают не только по списку знакомых, но они хорошо работают по интернету, они развивают свой бренд. Поэтому они работают так, то у Кины Романа и Юлия только мы начинаем, естественно, будет развиваться свой личный бренд, над которым сейчас будут работать и работают. Но в данный момент у них очень хорошо получается приглашать знакомых, очень хорошо. То есть понимаете, причем очень качественно приглашают людей. Команда растет как на дрожжах. Теперь только мы ее дальше будем обучать, мотивировать. Кстати, у нас замечательно есть с вами проект, в который мы можем приглашать своих людей, что мы сейчас и будем делать. И что мы их делаем, приглашаем сюда в проект, что у нас есть интереснейший спикер. Это директора нашей команды, команды Юлия Артема Дихнидер. Это люди, которых слушать можно, открыв рот. Это люди, у которых можно очень многому учиться. Поэтому, я думаю, если обучение пойдет дальше, то у Романа с Юлией огромное будущее. Но я точно знаю, потому что я сейчас читаю чаты, я смотрю, сколько на 15% ребята, какие у них переосмысления произошли буквально в этом каталоге. Какие мысли пошли. Совершенно другие. Не зря говорят здесь у нас в бизнесе. Для того, чтобы перейти на следующий уровень, нужно еще дополнительные функции брать. Научиться не только делать такие действия, но научиться делать те действия следующего функционального уровня. 18%, 22%. Ребята сейчас, понимаете, у них такой тандем. Один дополняет другого. Они с большим удовольствием, они очень любят этот бизнес. Вы знаете, я всегда говорю, правда, насколько я люблю Арифлейм, насколько я люблю бизнес, настолько мои партнеры это любят. То есть, понимаете, мне опять же везет, наверное, на таких людей, потому что они приходят, они влюблены. Они влюблены в продукт, они влюблены в компанию, они влюблены в людей. И на самом деле, вот если даже команда не даст соврать, что Юля здесь с Ромой, они сильно-сильно любят свою команду. Они знают каждого человека, они знают проблемы, они с ними работают, да, они, в принципе, вот огромные молодцы. Самое удивительное, эти люди были в списке моих знакомых, потому что я наступил такой момент, что я через своего одноклассника пригласила Юлю, рассказала ей презентацию так быстро, да, по интернету. И Юля сказала, да, мне это неинтересно, у меня есть своя фирма, знаете, связана, по-моему, с отчетами, да, с налогами. И мне это неинтересно, я этим заниматься не буду. Вы знаете, мне было, конечно, очень горько, потому что я видела ее, она была у меня в друзьях, в одноклассниках. Я видела, насколько эта девушка яркая, она для нашего рефлейма очень хорошо, то есть на нее пойдут люди, у нее очень большой потенциал, я видела. Но, к сожалению, так получилось, что она не приняла моего приглашения. Но, услышав Зинаиду Владимировну, она сюда пришла, и сразу же пришел ее муж, присоединился. Поэтому, видите, если кто-то у вас сейчас говорит, вам нет среди ваших знакомых, поверьте, они обязательно к вам придут. Но это будет пусть не с первого раза, придется со второго раза, но, поверьте, ваши люди от вас никогда не уйдут, они придут именно к вам. И будут это ваши лидеры, потому что мы иначе быть не можем, потому что бизнес вот так развивается. По списку знакомых пришли Легостаевы, Ольга и Павел в структуре Юлии и Романа Лукиных. Легостаевы, Ольга и Павел. Это уже тоже лидер созревший здесь Ольга, которая на руках имеет очень маленького ребенка. Несмотря на это, она вышла недавно на работу, но она здесь активно взялась. И даже на работе она умудряется делать презентации, чтобы проводить вебинары, она вечером умудряется обзвонить партнеров. В общем, все получается, она стала совмещать, она стала понимать, что для того, чтобы все-таки уйти с той работы, на которую она встает рано, как мы говорим, чтобы получать здесь деньги совершенно другие, нужно все-таки Арифлейм по приоритету поставить на первое место. Вот что у нас и происходит. То есть Арифлейм по приоритету встал на первое место. Может быть по времени он где-то не на первом месте, но по приоритетам на первом месте. Потому что именно Арифлейм будет кормить всю оставшуюся жизнь. И здесь появились цели, здесь появились мечты и очень серьезные, очень амбициозные цели. Поэтому вот я в воскресенье ездила, работаем мы, знаете, чайными встречами. То есть мы общаемся, встречаемся. И там мы ставим цели, мы еще не только общаемся по бизнесу, да, мы просто сидим, говорим и о жизни, но в то же время, естественно, про Арифлейм. Таким образом люди приходят сюда в команду, таким образом люди сдруживаются. Вот этот метод называется чайная встреча. Это очень удобно, когда пришел человек, когда за чашечкой чая он раскрывается, когда он с удовольствием с тобой общается, когда он раскрыт, когда он видит, что это действительно никакая не секта. Он видит о том, что это ничего здесь такого, никто зомбировать не собирается, а люди просто приглашают и также спрашивают про мечту и тоже приглашают зарабатывать. И в принципе ничего здесь такого, оказывается, страшного нет. И поэтому команда начинает расти. И слава Богу. И я начинаю радоваться за то, что я, знаете, всегда хотела больше, чтобы мои люди стояли на сцене. Мне очень хотелось, чтобы мои люди получали чеки. Мне хотелось, чтобы мои люди стали директорами. Мне хочется, чтобы мои лидеры меня переросли. И вот знаете, да, это очень здорово, когда лидеры тебя перерастают, когда в плане, знаете, это берет гордость, да, как учителя, когда ученик уходит из школы, когда он начинает достигать каких-то высот, любой учитель этим гордится. Поэтому в принципе я очень горда тем, что мои люди выходят и получают чеки, что чеки уже даже от тысячи долларов есть, что есть менеджеры, которые скоро будут директорами. Поэтому я правда очень радуюсь, когда вижу своих людей на сцене. Что же мне еще дал Ари Флейн? Вообще, почему я здесь? Почему мне здесь нравится? Почему я здесь выбрала как образ жизни? Вы знаете, я в принципе здесь живу и мне очень нравится. Мне многое нравится. Мне еще раз говорю, очень люблю людей. Мне нравится, что рядом окружают меня любимые люди, которых я люблю, с которыми я хочу общаться, у которых хочу учиться. Но еще здесь мне очень нравится мероприятие, которое проводит компания, которое проводит команда. И знаете, здесь, например, банкет директоров в гостином дворе в городе Москве. Здесь впервые пришлось покупать длинное платье в пол, потому что, ну, согласитесь, что в обычной жизни до Ари Флейн длинное платье вряд ли кто купит в пол, да еще нарядное. Ну, может, летние какие-то сарафаны сейчас и люди могут мудриться себе купить летний, да. Но длинное платье в пол, которое ищешь с большим удовольствием, ищешь его, чтобы оно красиво на тебе сидело. Чтобы, знаете, вот ты ощущаешь себя золушкой. Ты ощущаешь себя, что ты едешь на бал. Не зря говорят, когда-то есть такая замечательная книга «Бизнес. Это психология Марины Мелия». Так там говорится о том, что любая сказка в детстве, которую вы любили, накладывает отпечаток на вашу дальнейшую жизнь. Так вот, моей любимой сказкой была «Золушка». Знаете, мне всегда нравилась «Золушка». И я, знаете, ее могла пересматривать мало то, что по телевизору, я с удовольствием ее читала еще. И потом у меня даже, помню, вырезала, знаете, из бумаги такие куклы, и я показывала, как театр разыгрывала. То есть я постоянно играла в «Золушку». Вы знаете, а жизнь оказывается, Господь Бог слышит. И пришлось быть золушкой, был на балу, и не один раз, и не только в гостином дворе, в спортомплексе Олимпийский, где проводила компания, чествовала своих победителей, те, которые получают чеки, те, которые выходят на новый уровень. Здесь я нахожусь со своим спонсором Безбородкиной Татьяной, золотым директором Афониной Татьяной. Это директором Татьяне, да, это параллельные, получается, мы веточки. Мы вот такие уже очень дружные, любим друг друга. И вот такие красивые столы накрывает нам компания. Вот так красиво нас чествуют. То есть те люди, которые, очень много актеров, которые находятся на сцене, приятно их слышать вживую, с большим удовольствием. Видишь людей вокруг улыбающихся, радующихся, радующихся за успех других. Когда награждают в твоей команде, в команде Юлии Артема Тихнидев, всех параллельных директоров. Когда ты радуешься, это, знаете, такое по энергетике ни с чем неописуемое тоже. Ну, то есть настолько ты себя чувствуешь комфортно, настолько тебе нравится. Здесь очень много моря позитива, моря таких эмоций, которые в другой жизни не получишь. Да, можно получить эмоции где-то на свадьбе, да, можно получить эмоции на дне рождения. Поверьте, такой заботы, которые на банкетах директоров дает компания, нигде не получить. Потому что это совершенно другое. Очень нравится в компании, я люблю семинары, которые проводят для лидеров. Семинары, которые проводят уже и просто не компания, как здесь вот фотография, где мы были в сосновке с лидерами. Сейчас уже огромная команда Юлии Артема Тихнидер проводим в лесных далях семинары, которые многому учат. Когда проводятся тимбилдинги с командой, когда ты видишь людей, когда с параллельными организациями начинаешь дружить, когда формируется такая команда, где все тебе комфортно, где тебе хорошо. Вы знаете, когда ты в голову вкладываешь очень много вещей, очень важных вещей, это вы знаете, никогда не получишь ни из какой книги. Книга, она дает, конечно, знания, но вот это дается на семинарах, дается на всевозможных мероприятиях, которые мы получаем здесь. Это мотивацию, которую получаешь, это невозможно. Компания Reflame когда-то мне подарила незабываемый день. Я сейчас вам расскажу, потому что это тоже мои эмоции. Это то, что я получила от компании Reflame. Когда-то мы поехали на ProCongress. И это было 26 ноября. И вот таким ранним утром у Юля, Юлю вы видите сейчас в их Нидер, мы жили с ней в одном номере. И в Турции мы находились, встали утром рано. Я помню, подошла к окну и говорю, Юля, первый раз в жизни на мой день рождения нет снега. Ты представляешь, что на улице море, море, а там волновалось, очень красивое было море. И Юля вот меня поздравляет. Она даже, помню, спела песню. Я Юль помню, а сначала. Знаете, вот ощущения правда незабываемые. И когда мы пришли на банкет, и мне подарили цветы компания Reflame. Представляете, было 500 человек на этом банкете. 500 человек, когда столы ломились, когда очень много было лидеров, когда выступали наши менеджменты компании. Было очень здорово, было очень хорошо. Вы понимаете, компания не забыла про меня, что у меня день рождения. Меня пригласили на сцену. Мне подарили вот этот замечательный букет, который я везла в Москву, который у меня еще долго потом стоял, наверное, от души, не наверное, а точно. И понимаете, когда мне поручили, и знаете, правда, вот где такое может быть? Где про тебя помнит компания? Где на 500 человек могли бы просто поздравить? Вы знаете, вызвали на сцену, подарили цветы, подарили еще подарок, очень интересный. И я помню, я еще, почему получила незабываемый день, говорю-ка, да потому что мы с Юлей пошли заниматься СПА-процедурами. Она подарила мне СПА-процедуры. И я с удовольствием впервые была, понимаете, вот правда, к слову, верно. И впервые была, впервые почувствовала, как это комфортно, как это здорово. Находясь в чужой стране, да, ты пришел, и еще можешь позволить, ну не в чужой, там, где ты отдыхаешь, еще позволить себе вот такое. Знаете, в принципе, правда, был незабываемый день. И это про конгресс, куда мы поехали. Он, конечно, был очень, мало того, что меня поздравляли, это не самое важное. Самое важное здесь, конечно, лидеры. Самое важное это восхождение на гору Олимпус. Вот здесь вверху, видите, в правом углу, где мы с лидерами поднимались, где мы видели благодат огонь, который горит постоянно, да, то есть его невозможно затушить. И там очень символично, когда мы поднялись на гору, такое огромное количество лидеров, где были шары, где было шампанское, было очень красиво. Знаете, вот это просто незабываемое. И мы вот, в принципе, общались, и там тоже было здорово. Потом мы ходили на море. Вы знаете, впервые в жизни я была на море. Вот видите, дожить до такого возраста и не быть на море. Вы знаете, море было очень красивое. 26 ноября, когда здесь было у нас снег, мы пошли, вот такое яркое, красивое море. Оно было необыкновенно, оно было разное. Оно было, знаете, цвета морской волны, было черное, такого цвета черного. Оно было спокойное, было неспокойное. Понимаете? То есть, когда тот человек, который первый раз был на море, он никогда от него не откажется. Если у вас у кого-то сейчас нет таких планов, да вы просто не были на море, вы просто не представляете, что это такое. Потому что побывать на море, отказаться от него невозможно, вас будет тянуть туда еще и еще и еще раз, потому что эта стихия необыкновенная. Понимаете, поэтому я каждому из вас, у кого не запланировано, пожалуйста, пишите. Но самый важный момент, который я хочу поделиться, именно компания Reflame дала возможность побывать на море не только мне, а еще и моей дочери, моему зятину, они уже сами, конечно, поехали, и моему внуку замечательному, маленькому Тимурке, который очень полюбил море, который просто, как говорят Женя с Сергеем, что его невозможно оттуда вытащить, он в любую погоду, в дождь. И вот это было неспокойное море, говорят, уже потом накрыла волна, где Юля, Полина, Женя и Тимурка были на море. То есть, представляете, вот эти ощущения, еще раз говорю, это очень дорогого стоит. Очень дорогого стоит. Очень дорогого стоит, что внук находится не в городе Барнауль, находился, да, две недели в каком-то снежном городе, холодно, где был ветер, где у нас постоянно что-то здесь сейчас, ветрище какое-то непонятное, может, не так холодно, какой ветер. Они находили, радовались, да, они видели солнце, они находились там. И просто находиться не на работе, как обычно, а просто могли себе позволить на две недели поехать отдыхать. А еще и общаться, как говорят, общаться со спонсорами, с нашими великими спонсорами Дехнидер, где они, конечно, повлияли, я больше чем уверена, они очень хорошо на них повлияли, что наверняка у них уже, теперь уже будут и другие действия, да, они уже смотрят глазами бриллиантов здесь, потому что иначе быть не может, потому что общаться такое огромное количество времени. Я наверняка знаю, что, опять же, Тимурка, мой внук, даже если он 100%, он, мне кажется, будет в Арифлей, потому что, видите, уже любит, уже тянется в интернете, как папа с мамой, он всегда рассказывает, что они проводят вебинары. Вот, видите, на левой фотографии он во Вьетнаме, где летом необычно видеть такую елочку, они с Полиной тут играют, с Полиной Дехнидер. То есть я знаю, что у моего внука будущее хорошее, понимаете, я вообще спокойна за своего внука, я спокойна, что мама с папой не будут приходить с работы и ругаться на своего сына или там говорить, отойди, мне некогда, мне надо приготовить, как делала когда-то я и говорила, иди, занимайся уроками, мне надо вот это, вот это и вот это. То есть я спокойна, что ребенок будет расти в комфортных условиях, где с ним будут общаться, где его будут возить, где географию будет он узнавать не по атласу в школе, а именно в ту страну, в которую его повезут. Где он будет регулярно несколько раз на море в течение года, где, и еще раз говорю, что у него будет совершенно, слава Богу, да, с помощью Бога, конечно, такая жизнь совершенно другая, отличная, которую делают сами. Поэтому у кого есть дети, пожалуйста, подумайте, как важно ли вам это, вот мне это очень важно. Мне важно, что здесь в компании Reflame я приобрела очень много ценностей, я приобрела здесь друзей, я приобрела здесь друзья, есть люди, которые родные, они практически родственники. Я, вот знаете, вот эта фотография, она меня очень поражает, и она очень красивая, вы знаете, ну, наверное, еще раз говорю, я счастливая, и слава Богу, счастливы мои дети. Потому что здесь у них, смотрите, у них серьезное будущее, у них не там, где Сергей будет, как он раньше был, работал, в главном следственном управлении приходил, непонятно с какими мыслями, и непонятно вообще загруженным, как сдавать дела и так далее. То есть я видела, какой он был, когда приходил с работы, и какой он сейчас. И вот эта фотография действительно стоит дорогого. Мне это очень важно, потому что мои ценности, это моя семья, это мои друзья, это мои родственники, это мои знакомые, с которыми мне очень хочется роить теплые, дружеские и очень длительные отношения. Как я говорю, на века. Поэтому каждому из вас, кто здесь находится, я хочу пожелать, чтобы вы не ждали идеальных условий. Потому что идеальных условий не наступит никогда. Если кто-то сейчас думает, что у него маленький ребенок, и он вырастет, и я начну работать, поверьте, там начнутся другие проблемы. Там начнет, ребенок пойдет в школу, потом говорят, да сейчас школа, первый класс, мне надо поучить его потом, потом другие проблемы. Понимаете, это будет всегда. Если человек говорит, сейчас я учусь, вот я студент, подожди, я сейчас закончу, и тогда начну работать, поверьте, там появится работа. Появляется работа, там тоже некогда заниматься, Арифлейн, некогда заниматься нашим бизнесом. Почему? Да потому что человек приходит с работы уставший. Именно на тех работах, на которые люди ходят, они приходят, они устают. Им нет времени, у них нет энергии, они выматываются в дорогах, они выматываются, они тратят нервы на то, что им не всегда нравится работать на той работе, на которой они работают. Либо не устраивают деньги, либо не устраивают время, либо не устраивает, но очень много чего не устраивает. Если даже человек работает, где очень хорошо получает, то поверьте, у него в любом случае нет времени, то есть он меняет свое время жизни на деньги, тогда поверьте, а зачем тогда, а как тогда вообще жить? То есть в итоге человек изнашивается, изнашивается очень сложно энергетически, да, тоже, и потом начинает восстанавливать здоровье. Вот как, еще раз говорю, мне всегда хотелось, чтобы мои родственники, мои дети, мои знакомые, такого не было, да, чтобы человек не эмоционально выгорал на своей работе, а в принципе пришел и здесь начинал делать действия, они здесь несложные, они абсолютно несложные, просто нужно в системе, самое главное, в системе делать действия одни и те же, рекрутирование, 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 обучение, тем более у нас замечательное обучение, у нас обучение все разложено по полочкам, у нас, если зайти в вебинарную комнату, ежедневно проходят вебинары, где, если вы будете их посещать, даже если вам спонсор чего-то говорить не будет, вы все здесь найдете, потому что люди, которые проводят, они говорят как раз те фишечки, те секреты, какими люди растут, как у них получается с рекрутингом, как у них получается смотивировать человека на те или другие действия, как у них вообще это получается. И поэтому система рекрутирования обязательна, система мотивации обязательна, на вебинарах не только мотивация, но на вебинарах идет и обучение, вот как раз система обучения должна быть всегда, это бывает на вебинарах. И система обучения, конечно же, наши книги, которые должны мы все-таки читать, потому что без этого делать тоже здесь нечего. Наш бизнес, он не стоит на месте, он развивается, мы должны быть интересными людьми, мы должны с вами уметь поговорить с человеком, мы должны его заинтересовать. И даже если работают в интернете люди, потому что сейчас у нас нет таких методов отдельно онлайн или отдельно оффлайн, у нас есть смешанные методы, когда ты пригласил своего знакомого, мог пригласить просто так вот, либо где живешь, либо по интернету, а потом начинаешь в принципе общаться по интернету. То есть у нас получаются вот такие смешанные методы. И даже если работать вот этими методами, то все равно должна быть система, все равно должна быть система. И в любом случае должен быть тайм-менеджмент, где нужно выделять время на рекрутинг, выделять время на обучение, на чтение книг, обязательно заходить на вебинары, потому что бывает такое, когда люди говорят, я рекрутирую, мне некогда обучаться. Да я вот подожди, у меня сейчас встреча, поверьте, нам нужно на первое место все-таки обучение, а встречи проводить тоже обязательно, но и в другое время, потому что это совершенно разное, да, это совершенно разное, что одно дополняет другое. То есть это нужно делать обязательно. Каждый из нас, который приходит, думает о том, что всегда придет время. Вы знаете, время только уходит. Время уходит очень быстро. И как бы мы ни хотели, как бы мы ни думали, это единственный ресурс, который не вернется никогда. Если здоровье на каком-то этапе мы можем подправить, отдохнуть, или там у нас есть замечательные витамины, коктейли, то время не вернуть. И оно уходит всегда. И сегодня, как мы говорим, это то самое завтра, о котором мы так беспокоились вчера. То есть мы должны знать, что если мы то, что мы намечаем, что мы не должны откладывать на завтра, мы должны делать немедленно, мы должны обязательно это делать, и обязательно это все получится. И те люди, которые говорят, что не судьба, ну как правило, люди пока слабые, да, они говорят, не судьба, или ну не получается, и на каком-то этапе бросают, делают, 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 очень много действий, потом говорят, ну не судьба мне делать, ну не могу я это делать. То сильные люди всегда говорят, я все-таки еще раз попробую. Потому что когда у человека не получается, всегда два варианта событий. Почему не получается, да? То есть как мы решаем проблему, смотрим, вообще есть ли проблема. Если проблема есть, да, мы смотрим, как ее решить. Большинство людей на вопрос, как ты ее решаешь, не отвечают, просто молчат. Когда выходит, проблемы нет. Проблема в том, что человек просто не делает действий. А если проблемы нет, то вообще все замечательно. Тут говорю еще раз, делаешь действие, анализируешь, и два варианта, получается ли, либо не получается. Если получается, то хорошо. Если не получается, анализируем, почему не получается со спонсором. Смотрим, какие действия делаем неправильно. Что мы делаем? Может быть презентацию где-то не так проводим. Но это в принципе увидит спонсор, да, где мы какой-то промах делаем. То сильные люди настоящие, у которых даже может быть не получается на начальном этапе приглашать. Но не разговорчивый я, многие говорят. Да я не разговорчивый. Поверьте, вы здесь заговорите. Тут невозможно не заговорить. То эти люди всегда говорят, что я буду пробовать именно до тех пор, пока не будет так, как я хочу. Пока я не достигну своей мечты. Поэтому, почему они это делают? Да потому что понимают, что богатые люди никогда не работают за деньги. Потому что богатые люди по-настоящему заставляют отработать деньги на себя. Потому что вот именно в Арифлейме, именно в нашем бизнесе этого можно достичь. Сам важный момент, который нужно здесь понимать. Мы должны себя всегда обижать теми людьми, у которых точно такие же цели. Среди лидеров Арифлейм у всех одинаковые цели. Ну, цели, конечно, разные, но цели какие? Личностно развиваться. Есть материальные цели, да, там машина, квартира, там поездки всевозможные, там на море, может быть еще. Есть еще такие у некоторых цели, как реализовать свой внутренний потенциал. Это тоже цели. Компания Арифлейм это у всех, у лидеров это есть. Потому что мы лидеры все разные. Совершенно один лидер спокойный, второй более темпераментный, да. Один лидер такая сторона сильная, другая сторона сильная. Поэтому любой лидер начинает себя смотреть в свои слабые стороны, их подтягивать, работать на сильной стороне. Поэтому нужно обязательно окружать такими же людьми, сильными людьми. Ни в коем случае не нужно окружать себя слабыми людьми. Если вы начинаете здесь где-то новички, начинаете, но это не значит, что всех родственников от себя прямо сказать, я с вами не общаюсь, но по минимуму с ними общаться. Не надо слушать то, что они говорят, как у них не получилось, или оправдывать себя. Или у тебя не получится. А нужно всегда общаться с такими людьми, у которых точно такие же цели. Естественно, как можно больше общаться с лидерами. И вот у нас, у нас эта возможность есть. Команда, которая стала сейчас огромной. У нас есть команда, их лидер Юлия Артема. Поэтому нужно стараться как можно больше общаться, как можно больше бывать на мероприятиях, еще раз говорю, как можно больше бывать на вебинарах. Именно отсюда впитаете те мысли, которые нужны. И вот эти мысли уберут те мысли в голове, которые вам мешают здесь развиваться. Может быть, даже на первом этапе вы не понимаете, что они вам мешают. Как мы иногда говорим, осевые бревна. Вот осевые бревна нужно вытянуть, чтобы все потекло, все было хорошо. Так вот здесь, на мероприятиях, вы именно услышите эти мысли. Поэтому я всем вам желаю рекрутировать, обучаться, мотивироваться, обязательно слушать своих спонсоров. Спонсор всегда здесь прав. Почему? Да потому что спонсор плохого вам желать не может. Если он вам говорит, а вам кажется что-то, он говорит не то, но я же уже это знаю, и он мне почему-то говорит, он говорит правильно, он знает, как он прошел уже этот путь. Поэтому он желает, чтобы вы прошли путь без его ошибок. Поэтому если вы будете спонсора слушать, вы минуете ошибки, которые совершил ваш спонсор. У меня в принципе все. Я бы хотела послушать вопросы. Но почему-то не вижу чата. Спасибо большое за внимание. Я всех вас очень люблю. Я всем желаю больших серьезных результатов. Я желаю осуществления всех ваших мечт. Я желаю, чтобы они у вас осуществлялись обязательно. И вспомните, что скоро Новый год, где вы должны перезарядить свои цели, где вы должны обязательно посмотреть, не маленькие ли вы цели написали, а какую вы команду хотите, а какие вы цели хотите. Пожалуйста, будет еще время, 31 декабря, чтобы у каждого были свои коллажи, свои мечты, свои планы. Потому что именно в этот день закладывается фундамент будущего бизнеса.